Дорогие друзья, я очень рад, что вы сегодня собрались в такое прекрасное место. Это храм. Храм Государства. Религия, искусство и религия веры. И мы сегодня здесь. Сегодня у нас открывается седьмая акварельная пьеналия. Нашему обществу уже 15 лет. Ему успешно привел на наш маленький корабль. Уже наш верный, наш символ акварельный. Рамы китетолога, в котором мы находимся и берем в нашем 15-е. У нас в 2005 году проходила пьеналия. В 2009 году пьеналия пьеналия выходила в храме Смольного собора. А сегодня, в 2013 году, опять мы празднуем пьеналия в храме. И какая-то символика такая, что открадоваться у нас существует. Это очень интересно. В этот раз у нас представлены самые большие участия иностранных художников, акварелистов. И вторая площадка, где на ли, находится, находится на батарее Мальберга. Открытие произойдет завтра, в 13 часов. Потому что мы сегодня в этих помещениях могли включить сразу и российских художников, и зарубежных художников. Всего у нас участка 15 стран. Это очень интересная и самая большая геналия, в том числе, акварелистов. Здесь и вот небольшая грантная информация. Что еще интересно, в рамках геналия 7-го, была принята в группу и сделала бомбус лучших работ мастеров акварелистов. У нас Наталья Ивановна Козерова. У нас проект-директор. Игорь Станин с церковью. Я его сейчас не покажу. Я думаю, что подойдет. Здесь тоже очень интересно. Я думаю, что в секунду интернет-инсталов-салов-салов-салов-салов-салов-салов-салов-салов-салов-салов-салов-салов. Я думаю, что вы сейчас не обратите внимание. Можно лучше узнать, какие победители были на этом году. Сейчас мы Наталья Агерин, я не больше знаю. Но большое спасибо, что вы сегодня пришли. Я не буду много говорить. Например, в нашем обществе 15 лет. Альберси брать изначально, когда оно образовалось в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге. Альберси брать изначально, нам уже 135 лет. Большое спасибо, что вы пришли. Я считаю, что седьмая акварельная веналия открывается. Я хочу сказать, что это вопрос сделает нашему акварельному директору, нашему учредителю. Она немножко подробнее расскажет о конкурсе, который был кодел в рамках седьмого акварельного веналия. Дорогие друзья, мы впервые провели очень большой международный конкурс акварели, в котором приняли участие художники из Соединенных Штатов Америки, из Китая, из Турции. Наши друзья из Украины, Эстонии, Финляндии, Испании, Италии, Мексики. Наши постоянные друзья из Мексики. Приняли участие художники из Пакистана, из Словакии. Приняли участие художники из Молдовы, Белоруссии. Я могу забыть назвать какую-то страну. Их 15. И мы гордимся тем, что были присланы очень интересные работы. Это второй международный конкурс, который мы проводим. Первый конкурс мы проводили достаточно давно, но, конечно, он не был таким представителем. В жюри конкурса вошли такие известные в мире художники-акварелисты и эксперты, как Жанин Галиция, Франция, Роберт Уэйде, Австралия, Николай Симмонс, Соединенные Штаты Америки. И, конечно, наши достойные российские эксперты. Это Юрий Витальевич Мудров, которого я попрошу сюда выйти. Юрий Витальевич, хорошо, предоставлю слово Юрию Витальевичу. Это замечательные художники Нина Васильевна Дьякова, Юрий Дмитриевич Шевчик, Андрей Крачев. Это Константин Стерков. Я принимала участие как культуролог в работе жюри. Мы рады, что в шорт-лист включилось 30 художников, но в лонг-лист, то есть длинный список, мы включили 160 художников. И из них уже, из отобранных 160 художников, мы отбирали победителей. И я хотела бы, прежде чем говорить о наградах, и получать грамоты и памятные подарки тем художникам, которые есть сегодня здесь, я хотела бы предоставить слово офицере Юрию Витальевичу Мудрову, искусствоведу. Я думаю, что Юрий Витальевичу представлять не надо. Юрий Витальевичу прекрасно. Уважаемые присутствующие, с огромным удовольствием, принял участие в работе международного жюри. Творческий материал, который мы представили, замечательный. Я хочу сказать о том, что работы, номинанты выбирались открыто, честно, независимо. Это подтвердило еще и участие международных авторов в жюри. Долго не буду отвлекать ваше внимание от основного, от выставки, от блестящих работ, от замечательных акварелей. Ну, Петербург и акварель – это почти синонимы. Поэтому я думаю, что вы сегодня получите истинное удовольствие и наслаждение. Хочу лишь только сказать, что те люди, которые 15 лет тому назад возобновили это общество, это подлинные энтузиасты. Люди с очень красивой душой, потому что это тяжелейшая, особенно организационная работа, которая ими проводится. Вы знаете, это все очень непросто, очень все непросто. И глядя, так сказать, на их деятельность, я хочу поздравить их и сказать большое спасибо здесь и Нина Васильевна Дзьякова. Вот, она замечательная, замечательная художница, замечательная мастера творения. Здесь и Юрий Дмитриевич Шепчев, и Наталья Озерова, Наталья Ивановна Озерова. И сегодня нет, но у Истоков стоял и Абрам Дрюгорьевич Растович, искусствовед. И очень многие, многие просто не хотят никого обидеть, поэтому не буду длинный список перечислять замечательных художников, которые работают в составе возрожденного Петербургского общества акварелистов. с праздником, праздник истинный, подлинный и, так сказать, только прибавляясь. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы хотим назвать имена победителей. Надеюсь, что, конечно, я понимаю, работы были представлены из разных стран. Поэтому кто-то переехал, кто-то не приехал, кому-то мы будем пересылать по почте, через друзей. Информация будет размещена на нашем сайте. Сайт заработал. Это watercolorspb.ru С сегодняшнего дня он открыт. Можно идти по этому адресу. Вы придете на сайт общества, замкотинкуст в общество акварелистов. Итак, оглашаю победителей. АПЛОДИСМЕНТЫ Диплом первой степени «Свезды Грифа». Лю и Китай за картину «Лебедь». Эту картину мы увидим в глинее «Марбер». Каталоги картины. Все победители, учившие с теми, второе и третье место размещены в каталоге. И вообще все работы в каталоге есть почти. Диплом второй степени «Гея Гене» «Секонд Дегри» «Изгином по Евгении Дубински» «Гея Гене Дубински» «Женя» «Женя» «Гея Гене Дубински» «Женя, поздравляем с тебя» Евгений, у тебя хватает только значка, да. Говорю за то, что сейчас она на цену. Спасибо. И в пол третьей степени это Жоу Тианья, Китай, Тибетская небеса, Тибет Брайан. Эту работу вы сможете увидеть тоже в галерее Морбер. Далее идут дипломы в номинации. В номинации «Ирррационалист в акварели» первое место занял Томас Шаллер, акварелист из Соединенных Штатов Америки. А вот диплом второй степени номинации «Иррационалист в акварели» получает Лейсан Рахматулина «Россия» за работу «Небо в грязи». Диплом первой степени в номинации «Абстракция в акварели» получает Диплом первой степени «Иррационалист в акварели» получает «Абстракция в акварели» выдавал Томас Шаллер за тактику запущенный или заброшенный сад. Томас Шаллер. Диплом первой степени номинации «Марина» тоже получил художник из Турции. Это «Рыбарские лодки» в номинации «Марина». Типлом второй степени в номинации «Марина» Джон Атралов в виде руки грей за картину «Романтик лайф». Романтик лайф. Типлом первой степени в номинации «Марина». В номинации «Физаж» получил наш коллега из Эстонии Рейн Мяго. Рейн Мяго! Рейн Мяго. Спасибо. Спасибо. Анна Соколова, Россия, за картину «Морозное время». Анна Соколова, вместе с ней. В темном третьей серии в номинации «Пейзаж» Георгий Иванов, наш коллега из Карелии, из Петрозаводска. Начало водопады звать Карелия. Диплом первой степени в номинации «Жанровая сцена» получил художник из Пакистана Али Аббас. Замечательная работа Алки Сада. Можно видеть эту картину за «Танец дервишей», для того, чтобы понять задержание этой картины. Большое-то великолепная картина. Художник из Пакистана. Жанровая сцена. В темном второй степени в номинации выгон Демиену Барбиеру «Франция» за работу «Винный коврик» «Франция». В темном третьей степени в номинации «Жанровая сцена» получил наш коллега из Словакии Даниил Новотных. За городской стеной называется его работа. В темном первой степени в номинации «Городской пейзаж» выдан Иану Стефорду, США, одному из очень интересных художников в мире, за картину «На Моклинский мост». Второй пиплом в этой номинации «Городской пейзаж» получил Амир Хаку «Индия». Диплом третьей степени «Городской пейзаж» за работой «Пристань Бабареса» получил испанский художник Пабло Друга. В номинации «Фатрет» первое место, диплом первой степени, диплом «Тюс декрет» номинации «Фатрет» диплом «Осия Малина». «Осия Малина» — русская художница, российская художество. «Осия» — диплом первой степени, диплом «Тюс декрет». Марина Лесова получила диплом первой степени в номинации «Натюрморт», «Россия». «Цветы», «Знаменящий стиллайк» диплом «Марина Лесова». И, наконец, работой «Манималистики» заслужили вам диплом. Это работа «Ады Флоры», наши коллеги из Польши. в второй степени «Махам Джаха» в Индии, работа без названия «Священная индийская корова». И диплом третьей степени в жанре анимализма включает «Олька Шрифнова» «Россия», «Закортира» «Баба Кадя». И, наконец, «Диплом первой степени» в номинации «Иррационализм в акварели» мы диплом услышали художников из США за картину «Мечти о Дардоне». «Священная коровина», «Священная коровина», «Священная коровина». «Дорогие друзья, в рамках проведения нашего генерали по субботам и воскресеньям будут проходить мастер-классы художников. С 9 числа с 13 до 14 будет выступление Сергея Поростенова. Это Артемьянов концерт в России. Прошу переходить. 16 числа и следите, пожалуйста, за нашей информацией на странице «Контакты Центра Искусства и Музыки» и, как я думаю, на сайте Смотрите в интернет, на нашем сайте И мы всех будем рады видеть в нашем издале. Спасибо всем. Я всем желаю приятного вечера. Я всем желаю наслаждения, как человеческого общения. Спасибо. Субтитры пред parar. В общем, Аплодисменты 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok